Друзья, всем привет! В данный момент я еду на стоянку. По пути решил заехать к своему поставщику моторного масла магазин Компас, который находится в городе Тольятти по адресу Офицерская, 12 В. Ссылочки я на этот магазинчик оставлю в описании. Забрал я масло, загрузил его в автомобиль и посадил его на самое почетное место. Вескость 5В30, цена такой одной бочки с моими скидками 8 240 рублей. Соответственно, две бочки 16 480 рублей. Так что я вам рекомендую покупать масло в магазине Компас. Снял я колесо. Такой прикол случился, я начал откручивать третью ось, пять гаек открутил, потом понял, что я затупил. Оказалась первая ось. Пришлось там все снова прикрутить и начал разбирать эту первую ось. Еще колодки я не смотрел в каком состоянии, только откатил колесо. Снял машину с ручника, чтобы растормозить. Смотрим. И что мы видим? Внутренняя колодка стерлась. Осталось где-то 2-3 мм самой накладки. Так, а наружнее осталось 5 мм. Сейчас вместе с вами поменяем колодки. Как говорится, в прямом эфире. Многие, конечно, знают, как это делается, но вторая половина не знает. Так, снимаем фиксирующую пружинку, выбиваем палец, снимаем стопорную пластину. Далее нам надо ключик на 10. С обратной стороны, вот я сначала здесь покажу, есть такая резиновая пробочка. Мы ее снимаем. В перчатках неудобно, не могу зацепиться. Ага, вот такая вот пробочка. Сняли ее. Там должен быть ключик. Соответственно, почему-то его нет. Но хорошо, колодки хорошие. И здесь этот ключик идет в комплекте. Вот этот ключик. Он, как бы, своего рода переходник. Мы сейчас тут все переберем и там уже его и оставим. Вставляем этот переходник сюда на место. Там звездочка. И начинаем против часовой стрелки колодки разводить. Сводится без щелчка, а разводить со щелчком. То есть, вот сейчас я покажу вам пятаки. Вот, обратите внимание, да? Уже можно достать и колодки. Смотрим, в каком состоянии колодки. Ну, вот это вот сразу навыкет. Тут уже даже пошло небольшое отслоение. Ну, а вот это вот можно кинуть на запас. Дальше. Сейчас я достану мойку. Тут все помою. В каком состоянии суппорт? Смотрим. Суппорт двигается. Все плавненько. Нигде ничего не заедает. Смотрим. Вот, тут вот люфт. Ну, люфт есть. Но, как бы, это допустимый люфт. Это нормально все. То есть, как бы, ну, где-то миллиметр. И то при большом усилии. Так что, в направляющие я уже тоже не полезу. Слава богу, суппорт в идеальном состоянии для этого пробега. Так, еще здесь на что нужно обратить внимание? На целостность вот этих вот... Ненавидно вам, надеюсь? На целостность вот этих вот резинок. Пыльников, так называемых. Если туда попадает... Если они рваны, и туда попадает грязь, вода, то этого суппорта хватает ровно на два рейса. Потом он клинит, начинает стирать колодки. Ну, и уже тогда приходится перебирать и бинокль, так называемый. Вот там внутри механизм, называют его биноклем. Меняют пятаки. Ну, и, короче, соответственно, там полный ремкомплект устанавливают. Сверли мы полностью пятаки. Они зашли вовнутрь. Теперь можно вставить колодку. Чтобы поставить колодочку на место, нам надо русский такой инструмент, молоток. Одну ставили колодочку внутреннюю. Теперь оттягиваем суппорт. И ставим вторую. Колодочки на месте. Новые. Теперь нам надо фиксирующая скоба, новый палец, новая шайба и новая защёлка. Так называемый шплинт. Порядок действия, я думаю, не надо никому объяснять. Все догадываются. Вставили пластину в паз. Потом прижали рукой, вставили палец, одели шайбу и пристегнули это всё дело шплинтом. На этом установка, можно сказать, закончена. Далее нам надо опять подобраться вот к этому вот механизму, который сводит и разводит колодки. Теперь по часовой стрелке подводим питаки. То есть, вот сейчас всё двигается, всё прекрасно. Нам надо затянуть до такого момента, пока колодки не зажмут тормозной диск. Вот. До упора. Тут самое главное не перетянуть. Чуть сильнее перетягиваешь. Вот этот вот переходничок, который я вам показывал, он сразу обламывается. Так. Ещё крутится. Значит, нам надо ещё поджать. Поджали. Ещё двигается. Надо ещё поджать. Ещё поджали. Ну, в общем-то, можно... всё, встало. Всё, колодки зажались, но двигаются с усилием. Теперь просто один щелчок назад. Щёлк. Всё. На этом установка колодок завершена. сейчас я почищу ржавчину. Ну, тут локально так почистил, потому что здесь я праймером вот это красил. То есть, это очень такая крепкая краска. Местами всё-таки она уже не выдержала наших солей на дорогах. Пообладил. Сейчас тут позачищаю ржавчину, крашу, устанавливаю колесо. Ну, и сегодня всё. А, я ещё хочу легковушку помыть. Вот. Что-то она у меня припылилась, пригрязнилась. Сейчас я её помою, как раз с этой стороны тенёк. И поеду отдыхать завтра в рейс. Субтитры сделал DimaTorzok